Привет всем, ребята! Очень рада я вас видеть на нашем канале. В сегодняшнем видео я вам расскажу о пяти программах докторантуры, которые полностью спонсируют ваше образование. Это значит, что вы проезжаете в США и учитесь здесь абсолютно бесплатно, получаете докторантуру, и все это время у вас будет стипендия, вам не нужно будет платить за свое образование, и у вас даже во многих случаях будет медицинская страховка. Поэтому, если хотите узнать вот эти пять программ в пяти различных университетах, смотрите это видео до конца. Если вы впервые на нашем канале, меня зовут Ника, я этот канал веду со своей сестрой Миленой, и мы поступили за рубеж в 19 лет, я переехала и получила свое бесплатное образование бакалавра в Венгрии на программе стипендиум Хонгарика, у меня, кстати, есть видео на эту тему. Моя сестра поступила в 19 лет в США, и здесь получила бакалавр бесплатно, а сейчас я здесь на программе администратуру, за которую я тоже не оплачу, а вообще платят мне, и я получаю стипендию и так далее. Но это на самом деле достаточно... Я бы не сказала, что это легко сделать, но это возможно. Поэтому на нашем канале мы делимся с вами всей нашей... нашими знаниями по теме поступления за рубеж на бесплатное образование. И давайте уже перейдем к теме сегодняшнего видео, а это именно 5 программ докторантуры в США. И в сегодняшнем видео я не буду переходить на сайт и программ, да, и показывать вам, куда там кликать, чтобы найти это финансирование, я это делаю в других видео. В сегодняшнем видео я вам просто расскажу про программы и университеты, которых знаю я, и потом в свое свободное время вы, понятное дело, сможете перейти на сайт и посмотреть, почитать, узнать больше информации про эти конкретные программы и эти конкретные университеты. Первый университет. Все очень интересно. Первый университет это у нас Rice University, и там докторантура в сфере бизнеса. А цель этой программы это подготовить студентов к преподаванию в таких областях, как бухгалтерия, финансы и организационное поведение, стратегическое управление и так далее. То есть эта программа нацелена на то, что вы получите образование как преподаватель и потом будете преподавать именно дисциплины, которые связаны с бизнесом. А студенты этой программы докторантура получают освобождение от уплаты учебного сбора, то есть tuition waiver, как мы говорим на английском, и годовая стипендия в размере 40 тысяч долларов. То есть 40 тысяч долларов на самом деле это очень хорошая стипендия. Во многих других университетах, как студент докторатуры, у вас будет стипендий меньше. Поэтому классный университет, классная программа, обязательно переходите на сайт и смотрите, как подать. Второй университет со второй программы докторантуры это Cornell University с программой Chemical Engineering. И вообще Cornell University, я очень часто видела, что он финансирует много программ в своей магистратуре и, соответственно, докторантуре. Поэтому, если вас интересуют какие-то еще программы в Cornell, обязательно посмотрите на их сайте. Но, понятное дело, там будет достаточно competitive application process, но все равно шансы у вас есть. Конечно же, как и у всех. Так что давайте быстренько проговорим про эту программу. Все студенты, все, которые были приняты на эту программу, все получают освобождение от учебного сбора, то есть tuition waiver, медицинскую страховку и стипендию. Не забывайте, как я уже упоминала в своих предыдущих видео, страховка очень важна. Она может очень много денег у вас забрать, если в ваш финансовый пакет не включена страховка. Обязательно смотрите, чтобы была страховка. Это будет громадный-громадный плюс. И также у вас будет месячная стипендия, которая будет предоставляться вам в течение 9 месяцев с возможностью получения дополнительной помощи в летний период. То есть, очень часто, как студент магистратуры, так и студент докторантуры, у вас будет стипендия начисляться в течение 9 месяцев, в течение вашего учебного года. И очень часто студенты докторантуры и магистратуры, они как бы остаются без, ну как бы, без 10 месячной оплаты в течение лета. Но в этом университете, в Cornell University, у них есть, как написано, дополнительное финансирование как раз на летний месяц, что тоже большой плюс. Следующая программа – это программа докторантура в Computer Science в Georgetown University. То есть Computer Science – это компьютерная инженерия. Если вы можете получше перевести, напишите внизу. Так вот, они предоставляют разные стипендии и assistantships. И что входит в этот пакет? Входит покрытие учебного сбора, то есть tuition waiver, стипендии и медицинская страховка на первые 5 лет. Кстати, если вы туда поступаете, сразу вас финансирование дается на 5 лет. И, понятное дело, тут еще написано, что после зачастения в программу вам нужно будет пройти стажировку в преподавании, то есть вас будут учить, как быть преподавателем, и вообще написать целую научную работу, научную диссертацию, и презентовать ее на открытом общественном семинаре. Защитить ее. В принципе, да, как студент докторантура вам по-любому нужно какую-то диссертацию писать. Вот, и как студент докторантура вам, понятное дело, придется все эти 5 лет работать над каким-то исследованием. Да, вы не просто едете в США поразвлекаться, у вас будет конкретная задача, да, написать какое-то исследование на какую-то тему. Поэтому имейте в виду, что это не очень легко. Но если вас интересует именно получение докторантуры в США, я думаю, вы на это дело готовы идти. Далее, что у нас есть? У нас есть программа докторантура в Canceling Psychology, в University of Wisconsin Medicine. Canceling Psychology я тоже не могу перевести на русский язык. А поступающие на эту программу гарантированы получить полное финансирование на все время обучения. И согласно информации на сайте, пакет льгот, да, пакет вашего финансирования тоже включает медицинскую страховку и ежемесячную стипендию. Поэтому обязательно переходите на сайт и смотрите, как подать на эту программу. И вот мы уже к вам с вами перешли на последнюю программу, которая, кстати, находится в NYU. Поэтому, если кого-то интересует. Нью-Йорк. Это программа для вас. И это докторантура в сфере education, то есть в сфере образования. И именно в NYU, колледж культуры образования и развития человека, да, колледж, который будет предоставляться вам финансированием, вашего вам финансирования, у них есть до 30 различных программ обучения, да, то есть как студент докторантура вы можете выбрать на какую программу именно, какую программу вам изучать. И в основном это будет программа, связанная либо с развивающейся психологией, либо с образовательным лидерством, либо с образованием детей. То есть это именно конкретное подразделение в сфере education, и на эти программы вы можете подать заявки. И как студенты этого колледжа, вам будет гарантирован финансовый пакет, который включает в себя ежегодную стипендию в размере 32 тысячи рублей, 32 тысячи долларов в год, а также покрытие учебного сбора, то есть tuition waiver, вам не нужно будет платить за tuition, и страховку на последующие 5 лет. Вот, то есть, опять же, обязательно посмотрите на сайты этих программ, посмотрите, как на них подать, какие там requirements, сможете ли вы на них подать, потому что подачи на PhD, вам нужны какие-то иметь исследования уже, публикации и так далее. Но вот эти программы, если вы на них поступаете, вам финансирование практически гарантировано. Поэтому я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно для вас было полезным. Если у вас есть какие-то еще темы, которые вы хотели бы обсудить, связанные с образованием за рубежом, конкретно в США, обязательно пишите их внизу, и я с вами увижусь в следующем видео.